Глубоковажаемый президиум, глубоковажаемые коллеги, мы продолжаем наши мастер-классы, они тематические. Данный мастер-класс посвящен лекарственному лечению, даже более четко, можно сказать, места таблетированных цитостатиков, лечения злокачественных опухолей. Я с огромным удовольствием представляю сегодняшних блестящих лекторов, прежде всего по списку одного из наших ведущих химиотерапевтов. Семенову Анну Игоревну, кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации нашего института. Нам будут сегодня освещены вопросы пероральной химиотерапии, не мелкоклеточного рака, легкого, кому и когда. Далее с докладом выступит Рудакова Алла Всеволодовна, доктор фармацевтических наук, профессор кафедры управления экономики и формации Санкт-Петербургского государственного химика Фармацевтической академии Минздрава Российской Федерации, с актуальными вопросами фармакоэкономических аспектов терапии венорельбином пероральным. Далее своим клиническим опытом, что наиболее ценно, нам представят наши коллеги. Прежде всего будут освещены вопросы о применении венорельбина в капсулах в Ленинградском областном онкологическом диспансере. Это выступление представит нам Костеров Владимир Анатольевич, врач-онколог Ленинградского областного онкологического диспансера. И также я с особым удовольствием представляю гостя нашего долгожданного, желанного гостя Лазаревич Ольгу Владимировну, главного онколога Республики Карелия, заместителя главного врача по медицинской части Республиканского онкологического диспансера города Петрозаводска. Она нам также поделится собственным опытом применения перорального препарата венорельбина в капсулах в Республике Карелия. Поэтому мы приступаем к работе. И начнем мы с доклада, посвященного месту пероральной химиотерапии в лечении рака молочной железы. Глубоковажаемые коллеги, актуальность данного доклада не вызывает сомнений, поскольку рак молочной железы, к сожалению, по-прежнему лидирует в структуре онкологической заболеваемости и смертности во всем мире. Но именно не расширение возможности хирургического лечения, а именно внедрение лекарственного лечения внесло колоссальный вклад в увеличение продолжительности жизни наших больных. Если вы посмотрите на эти кривые, то проведение лекарственного лечения позволяет больным доживать до нового, более эффективного лечения. И начиная с 1974 года, практически каждое десятилетие связано с появлением новых цитостатиков и может носить название данного цитостатика. И что очень важно, когда мы видим перед собой пациентов, мы должны ставить перед собой цель. Если это пациенты с герминогенными опухолями, лимфомой Ходжкина, рядом других локализаций, рядом лейкозов, мы понимаем, что проведение высокодозной химиотерапии с последующей ауто, аллогенной трансплантацией, связанной с определенными рисками, приводит к излечению пациентов, то больными хроническо-диссиминированными формами, в том числе раком молочной железы, раком легкого, здесь лечение направлено на увеличение общей выживаемости и на улучшение качества жизни данной категории больных. И не случайно, начиная в 70-х годах, у нас появилась таблетированная пероральная гормонотерапия, в том числе препарат тамоксифен, за внедрение которого, я не устану повторяться, можно действительно вручить Нобелевскую премию. И у нас появились другие таблетированные препараты. Но у нас появилась не только таблетированная гормонотерапия, у нас появилась и таблетированная таргетная терапия. Все препараты, которые заканчиваются на НИП, это малые молекулы. К примеру, сунетиниб – препарат для лечения рака почки, и в прошлом году он отпраздновал свое десятилетие. Те же самые препараты и для лечения рака молочной железы ХЕР-2-позитивного, например, лапотиниб, тоже заканчиваются на НИП. То есть все, что заканчивается на НИП, если мы смотрим название международное, не патентованное, мы понимаем, что это таблетированный препарат для приема внутрь. Для таргетных препаратов, но немножко отклонюсь от темы, все, что заканчивается на МАП, соответственно, это уже моноклональные антитела. И, наконец, химиотерапия. Не у всех пациентов, даже несмотря на возможности постановки портов, катетеров, не всегда существует венозный доступ. По сути, бывают формы и панцирного рака, и рака молочной железы, и ряда других ситуаций, когда мы не можем воспользоваться постановкой технологий, которые облегчили бы нам венозный доступ. И внедрение пероральных форм цитостатиков, конечно, внесло колоссальный вклад в возможность и расширило возможность лечения больных рака молочной железы. И для рака молочной железы, безусловно, огромное значение имеет паспорт опухоли, имеет огромное значение биологический потип. И для HER2-позитивного, для гормона чувствительного рака молочной железы, выживаемость значительно улучшилась благодаря того, что мы изменили природу болезни. Для трижды негативного рака молочной железы поиск ведется. Тем не менее, для любой категории больных крайне важно иметь все возможные опции лечения и перехода с инвазивных методов ведения цитостатиков на пероральные, удобные для приема и удобные для контроля в связи с цитрованием дозы. В ряде случаев мы имеем токсические эффекты, и применение пероральных препаратов, ведение метрономной терапии значимо облегчает нам жизнь. Основные цели терапии больных, если мы говорим о больных раком молочной железы, пациенты должны жить долго, пациенты должны жить качественно. И основоположником данного направления является Сергей Петрович Боткин, профессор и руководитель кафедры академической терапевтической клиники Петербургской медико-хирургической академии. Отец пяти сыновей, один из которых добровольно разделил судьбу императорской семьи, был расстрелян в Ипатийском доме. И в своих работах, еще на заре развития хирургии, терапии, он всегда отмечал, что представляющийся больной есть предмет вашего научного исследования, обогащенный всеми современными методами, собравший сумму анатомических, физиологических и патологических фактов. И должны научиться рациональной практической медицине, которая изучает больного человека и отыскивает средства к облегчению его страданий. Да, мы лечим конкретного больного со всеми его индивидуальными особенностями, с портретом опухоли, с учетом анамнеза, с учетом сопутствующей патологии. Самое главное – желание пациента. И очень важно, что еще начиная с 2010 года, когда была впервые опубликована первая монография учения об опухолях, и Николай Николаевич Петров, будучи хирургом по профессии, крайне актуально, всегда обращал внимание на пациента прежде всего как личность. Потому что, цитирую дословно, больной – это всегда человеческая личность со всеми ее сложными переживаниями, а отнюдь не безличные случаи. И вот качество жизни – это уже у всех давно на слуху, но это надо повторять. Потому что для каждого сидящего в зале очень важно, как то состояние, которое он сейчас испытывает, влияет на основные возможности его движения, возможности питаться, общаться с членами семьи, любить членов своей семьи, ходить на работу, ходить в театр, в церковь. И вот эти основные четыре составляющие являются основными ножками стула, на котором мы все сидим. И для онкологического пациента катастрофа заключается в следующем, что эти все ножки сломались. И пациенту надо, тем не менее, несмотря на всю сложную ситуацию, как-то усидеть, балансируя на этих четырех ножках. И искусство врачей заключается, онкологов, именно в том, чтобы облегчить максимально состояние больного, и чтобы пациент жил долго и жил качественно. И уже начиная с 50-х, 60-х годов, за рубежом широко развиваются пациентские школы, в которых, в рамках которых и врачи, и пациенты говорят на одном языке, обсуждают жизненные процессы. И четко отмечено, те пациенты, которые перед химиотерапией, перед хирургическим лечением, имеют полное представление, что с ними будет, какой объем хирургического лечения, какая им предстоит химиотерапия, какие будут побочные эффекты. Уже много работ опубликовано, что уменьшается токсичность. В связи с тем, что пациенты знают, что ожидать, как с этим бороться, на что вовремя обратить врачу. И это влияет и на результаты лечения, и на увеличение продолжительности жизни больных. В нашем институте, начиная с 80-х годов, активно проводятся такие школы пациентов с участием в Движении против раков, в которых выступают ведущие наши специалисты, химиотерапевты, хирурги, врачи различных специальностей, обсуждают определенные темы, очень важные для пациентов. Затем выступает психолог, выступает юрист, и мы работаем как одно целое, потому что жизнь пациента – это долгая дорога длиною в жизнь, где рука об руку идет врач, пациент и пациентские организации. Начиная еще до XX веке, на заре XXI века, в институте активно изучались пероральные препараты. И, наверное, таким наиболее на тот момент актуальным препаратом был капицитабин. Мне посчастливилось, я достаточно активно работала с этим препаратом, защитила кандидатскую диссертацию под руководством профессора Михаила Щегишиновича, и было показано, что пероральный препарат капицитабин, который пациенты получали ежедневно внутрь в течение 14 дней с перерывом в 7 дней, что введение внутривенных форм доцитоксела равнозначно по эффективности, а самое главное – равнозначно по продолжительности жизни больных. И наши работы были опубликованы наряду с ведущими специалистами в этой области. Еще один препарат – время идет вперед, время движется. Эволюция развития препаратов такова, что по возможности, если метаболизм позволяет, существуют препараты именно для внутривенного введения и для введения внутрь. В том числе, достаточно большая удача для онкологов, что в нашей возможности появилось применение венерильбина внутрь, в данном случае в капсулах, как в монотерапии метастатического рака молочной железы, где препарат вводился внутрь, и он мог комбинироваться с применением и капицитабина, и, например, если мы говорим о венерильбине внутрь, то дозировки могут варьировать, но наиболее оптимальные дозировки – где-то 60 мг на м2 в первые 8-15 дни в комбинации с капицитабином. Соответственно, дозировка тоже может варьировать, но где-то 2000 мг на м2 с 1 по 14 день каждые 3 недели. И препарат может назначаться как после антрациклинов, так и антрациклинов и токсанов. Но если у нас есть регистрационное удостоверение, основной документ для назначения лекарственных препаратов, на который мы ориентируемся в нашей клинической практике, то там четко прописано, что венерильбин может назначаться больным раком молочной железы без уточнения. Два основных критерия, пожалуй, не то что два основных критерия, а в нашу клиническую практику входит достаточно широко понятие улучшения комплоентности. Так вот, те пациенты, которые получали венерильбин в капсулах, в пероральном приеме, отмечали значимую приверженность к проводимой терапии. И самое важное, что это приводило и к увеличению удовлетворенности пациентов именно на пероральном введении этого препарата. И если сравнить между собой, а было проведено исследование, здесь целью ставился, оценивался объективный ответ, и в то же время оценивался выбор пациентов, что они предпочтут. Внутривенные формы препарата, в частности, здесь вот пример венерильбини, или же на капсулах. И посмотрите, около 90% общей популяции, конечно, и здесь использовался как оценочный критерий опросника качества жизни, включающий 14 пунктов, то в этой среде пациентов, которые получали капсулы, они отметили значимое улучшение всех основных квалификационных характеристик для качества жизни. И пероральная терапия, безусловно, в ряде ситуаций выбор для пациента, поскольку она удобна, и препарат вводится в небольших дозах, ситуация контролируема, не требуются длительные венопункции, не требуется значимое большее длительное пребывание в стационаре. И главное, что мы можем контролировать и побочные эффекты, так как введение препарата в определенной дозе, если мы вводим его внутривенно капельно, то это достаточно высокая, относительно высокая доза, но соответствующая по всем критериям эффективности и переносимости. Тем не менее, когда пациенты получают препарат внутрь, то, соответственно, мы вводим его дробно в первые, восьмые, пятнадцатые дни, и это достаточно удобно. Но есть еще методы, когда мы можем, об этом мы будем говорить позже, мы можем, соответственно, препарат вводить дробно и в меньших дозах, но наиболее часто. И основной фактор, снижающий качество жизни, вот это то, о чем я говорила, необходимость госпитализации, связанная внутривенной терапией. Исследования, которые были на этот момент, отметили, что считаете ли вы, что химиотерапия в капсулах или таблетках позволяет вам лучше справляться с болезнью благодаря большей независимости от клиники? Большинство ответов – да. И еще один из вопросов – беспокоит ли вас то, что в случае пероральной терапии вы можете сделать ошибку в приеме таблеток или капсул? Большинство пациентов отметило – нет. И здесь достаточно сложно сделать ошибку, поскольку препарат существует дозировки 40 мг, не 30 мг, поэтому на каждый прием отводятся две капсулы, и пациент их принимает, и здесь достаточно сложно ошибиться. На фоне терапии пероральным винарельбином, опять-таки, есть по вопросникам URTC Quality Life с специальным таким приложением, было четко отмечено, что снижается в целом негативное восприятие пациентом своего состояния, повышается в том числе немаловажная оценка своих сексуальных функций, и положительный прогноз, вера в положительный прогноз значимо улучшается у больных, получающих пероральные препараты. Также важно, что 8 из 10 пациентов продолжили терапию пероральным винарельбином, и непрерывная терапия пероральным винарельбином, монотерапией или комбинированной терапией – это очень важная возможность, так как у нас в клинической практике есть два основных подхода. Либо наши пациенты получают до непереносимой токсичности или до прогрессирования, либо вторая ситуация, когда пациенты получают лечение до 4-6-8 циклов, и достигаем максимального эффекта, и два последующих эффекта на закрепление полученного эффекта. Ну и вот здесь, соответственно, оценивали и смотрели эффект, сравнивали, но и всё-таки пероральная винарельбина, приверженность к пероральному винарельбину как в монорежиме, так и в комбинации с капицитабином очень высока. Здесь важно, что отсутствуют алопицы на фоне этого приёма. Также немаловажно, отсутствует риск фибрильной нетропинии и отсутствуют периферические нейропатии и ладонно-подошвенный синдром. Потому что если у больного нет висцерального криза, и он не ощущает себя больным, то проведение высокоинтенсивного лечения позволит ощутить себя больным человеком, ему позволит ощутить всю ту гамму осложнений, и если не отработана профилактика этих осложнений или купирование, пациент будет, соответственно, почувствовать себя больным. А это и есть важнейший критерий оценки качества жизни. Какие данные доступны в поддержку использования химиотерапии? Здесь проведено ряд достаточно интересных исследований. Это как и метрономная комбинированная химиотерапия, так и метрономная монотерапия. Это были большие исследования. Здесь, опять-таки, приверженцем этого направления являются итальянцы. Как итальянцы, впрочем, благодаря им мы имеем прогресс в развитии и одевантной, и в ряде случаев неодевантной терапии, как и наша клиника Владимир Феорченко. Роль его в развитии неодевантной терапии колоссальна. Так вот, в данном случае итальянские исследователи показали возможность и эффективность метрономной химиотерапии достижения частичного ответа в первую линию 35% больных, а это только частичный ответ. Здесь, если еще к этому суммировать и стабилизаться, то контроль над болезнью будет крайне высок. И выживаемость без прогрессирования, выживаемость до прогрессирования также была достаточно высока. То есть, следующий слайд. И что же такое, какие возможности, если мы говорим об исследовании Виктор-2, как назначается вот этот так называемый метрономный режим? То капицитабин пациенты получают по 500 миллиграмм, это одна капсула, три раза в день, внутрь, ежедневно, через 20 минут после приема пищи. Если мы говорим о венорельбине в капсулах, а то дозировочка есть как 40 миллиграмм, так и 30 миллиграмм. Здесь используется дозировка 40 миллиграмм. Мы начинаем с нее, потому что если будет нарастать какие-либо побочные эффекты, мы всегда сможем оттетровать и уменьшить дозу, то венорельбин назначается внутрь 40 миллиграмм по одной капсуле в первые, третьи и пятые дни еженедельно. Это крайне важная такая опция, потому что есть ряд пациентов, у которых, во-первых, отсутствует венозный доступ. Вторая ситуация, когда пациенты хотят сохранить качество жизни и быть независимы от введения препаратов внутривенно-капельно. И что очень важно, что если раньше считалось, что врачи могут полностью принимать решения за пациента, то тут по всем критериям еще важный пункт – это приверженность пациента и желание пациента, и выбор пациента той или иной возможности лечения. И было показано, что комбинация венорельбина с капицитабином эффективна как у больных с рецептор позитивным раком молочной железы, так и у трижды негативным статусом. И главное, что также было эффективно и при наличии висцеральных метастазов, и отсутствии висцеральных метастазов. Какие побочные эффекты? Что может возникать на этой комбинации? Опять-таки, обращаю внимание, что нейтропения, снижение нейтрофилов, а для нас, конечно, мы всегда обращаем в ряде случаев именно на не снижение лейкоцитов, а именно на снижение нейтрофилов. И особенно мы всегда отслеживаем, когда их число снижается меньше полутора тысяч, а еще более, если для нас более серьезно, когда менее 500 клеток в поле зрения. И опять-таки, эта ситуация крайне редко наблюдалась при назначении данной комбинации метрономной капицитамбина с венерильбином как в первой линии, так и во второй линии. Ладонно-подошвенный синдром на фоне плантарно-пальмарной дезостезии, когда больные жалуются на гиперемию, покраснение ладошек и стоп, и кожа как чулок сходит, и такие горящие-горящие трескающиеся конечности, то на фоне метрономного введения проявления такой плантарно-пальмарной дезостезии крайне редки. Также редки проявления метагенного эффекта, тошноты и рвоты. Диарея при таких минимальных введениях дозы, в данном случае за это будет отвечать капицитабин, крайне низко. То, что говорят фибриленотропения, крайний риск минимален. Аллергические реакции практически не наблюдались у этих пациентов. Мукозиты, опять-таки, тоже редко. Практически отсутствовало снижение уровня тромбоцитов. Не реагировал красный росток кровотворный. Лихорадка, инфекция вообще отсутствовала в данной категории больных, потому что дозы крайне минимальны. И о роли метрономной терапии мы говорим очень много, поэтому тут даже не столько она направлена как на противоопухолевые эффекты, а больше степень на воздействие на микроокружение опухолевые клетки. Исследование второй фазы для оценки метрономной терапии. Еще один вариант. А мы знаем, что в ряде случаев комбинация циклофосфомида с метатриксатом, она стойко вошла в нашу клиническую практику, где метатриксат назначается дважды в неделю, с утра, утром и вечером. А, соответственно, циклофосфомид пациенты получают внутрь, а постоянно. То здесь тоже есть достаточно важный момент. При возможности применения венорельбина с циклофосфомидом и с капицитабином, большей частью здесь пациенты включались рецептор позитивным. Раком молочной железы циклофосфомид назначался в обычной стандартной дозе 50 мг в сутки. Капицитабин – это пероральный 5-2 рацийл в дозе 500 мг трижды в сутки. И венорельбин, соответственно, 40 мг три раза в сутки в первые, третьи и пятые дни еженедельно. Метрономные исходные характеристики – это здесь пациенты получали лечение в анамнезе. У них в ряде пациентов получали как антрациклиновые антибиотики, так и токсаны. Имели множественные очаги практически половины пациентов. Отмечались метастазы во внутренние органы где-то у 10% больных. Невесцеральные метастазы отмечались в 37% случаев. Это если мы говорим о локализации. А множественные очаги, соответственно, у больше половины больных. И что было отмечено, что при назначении данной терапии медиана выживаемости без прогрессирования у нелеченных пациентов составляла более 2 лет. А однолетняя выживаемость без прогрессирования достаточно высокая, составляла 73%. И, соответственно, сравнение данной комбинации применения венорельбина и топозиды из капицитабина было показано, что, во-первых, осложнения четвертой степени. Такие осложнения не регистрировались. Чаще всего отмечались у тех пациентов, которые не получали лечение. В основном отмечался эмитогенный эффект. Но, опять-таки, мы с ним можем эффективно бороться, если назначить адекватное лечение. Таким образом, в настоящий момент метрономно-пероральная комбинированная терапия, она может как назначаться в монорежиме венорельбином, в монорежиме капицитабином. Ну а самое главное, как опция назначения венорельбина с капицитабином у больных метастатическим раком молочной железы, она действительно должна занять свое четкое место в повседневной клинической практике. Потому что пациенты раком молочной железы живут долго, и нам надо иметь всевозможные инструменты, максимальное количество различных схем, различных комбинаций, благодаря которыми мы могли бы чередовать, менять в зависимости от состояния пациента. И в данном случае метрономная комбинированная терапия – это полностью пероральное лечение, а значит, пациенты могут проводить терапию дома и отсутствует необходимость частого контроля крови, что также доказано по результатам исследований Виктора-1. Контроль анализа в крови показан только один раз в 3-4 недели, за исключением пациентам с выраженным нарушением функции органов или клиническим состоянием, требующих более частых анализов. Ну и, соответственно, исследование возможности комбинации венорельбина с тростозумабом в первой линии HER2-позитивного рака молочной железы, которая показала, что эта комбинация также эффективна, как комбинация тростозумаба с доцитокселом. И в данном случае показаны результаты. Медиана наблюдений у пациентов достаточно большая. И вот было две группы, как тростозумаб с токсанами, так и венорельбина. Внутрь 60 мг метр квадратных в первые восьми дни с тростозумабом показала, что эта комбинация достаточно эффективна. Медиана общей выживаемости даже при назначении венорельбина в капсулы в комбинации с тростозумабом была выше по сравнению с для нас стандартной и привычной комбинацией тростозумаба с таксаном. Да, исследование может быть и небольшое, но, тем не менее, результаты статистически достоверны. И это крайне важно. А самое главное, что частота контроля над заболеванием составляет 80%. Снижается потребность в госпитализации. А самое важное – снижение потребности во внутривенной терапии и снижение всех сопутствующих осложнений, которые возникают при венопункции. Таким образом, какие данные доступны в литературе в поддержку использования монохимиотерапии у пациентов с трижды негативным раком молочной железы? Такие исследования есть. Назначался препарат в 15% случаев у больных, у пожилых, которые имеют трижды негативный по тип ракомолочной железы. Клиническое лечение пожилых, ослабленных больных, как в свое время капицитабин был рекомендован для данной популяции. Также этот препарат и венрельбин занимает важное место в лечении больных старшей возрастной группы. И самое важное, не только у больных старшей возрастной группы, но и у ослабленных пациентов, у молодых пациентов данная опция тоже и должна занять свое достойное место. Перспективы на будущее. Их достаточно много. И это подтверждено теми клиническими исследованиями, которыми существуют. Это и сравнение, комбинация метрономного венрельбина с капицитабином. Это и исследование, когда использовался метрономный венрельбин против возможности пероральных других форм препаратов. У больных гормонопозитивным раком молочной железы, у больных HER2-позитивным больным, когда в комбинации метрономный венрельбин вводился с подкожным тростозумабом. Опыт в клинической практике, исследование Виктор-6, это наблюдательное исследование. И самое важное, трижды негативный рак, иммунокомпетентный рак, когда изучается комбинация метрономного венрельбина с анти-PDL препаратами, поскольку в данном случае венрельбин – это эффективный партнер и для химиотерапии, эффективный комбинаторный партнер и для химиотерапии, и для HER2-таргетной направленной терапии, и эффективный партнер для иммунотерапии, для онкоиммунологии, которая должна и внесет колоссальное значение в лечении больных трижды негативным раком молочной железы. О гипотезах я уже сейчас немножко перебрала время, но я завершаю. Конечно, здесь, если мы говорим об метрономной терапии, если мы говорим о HER2-негативном и в данном случае люминальном гормоночувствительном раком, то мы предполагаем, что комбинация метрономного режима, перорального назначения венрельбина и эндокринотерапии, даже сейчас о чем идет речь, что о возможности комбинации, в том числе, учитывая, что венрельбин достаточно эффективный партнер и для химиотерапии, и для таргетной терапии, и иммунотерапии, то в комбинации с эндокринотерапией обладает более выраженным антипролиферативным эффектом такая гипотеза по сравнению с монотерапией у пациентов с люминальным ранним раком исследованием PAM-50. Посмотрим, какие будут результаты, но тем не менее достаточно интересный дизайн исследования, когда в неодевантном режиме назначается пероральная венрельбин, первые, третьи, пятые дни в дозе 50 мг еженедельно, далее очередной рукав назначается литрозол 2,5 мг в сутки, и еще комбинация, третий рукав комбинация венрельбина перорального в комбинации с литрозолом. Планируется включать больных гормоночувствительным, хер-2 негативным раком молочной железы, местно распространенная форма, затем будет проводиться хирургическая оценка, будет оцениваться биологический ответ, будет оцениваться самое главное достижение полного патоморфологического ответа как суррогатного маркера достижения общей безрецидивной выживаемости. Достаточно тоже еще одно интересное исследование, когда больных трижды негативным раком молочной железы вначале назначается любая химиотерапия, исключая венрельбин, до 3-6 циклов, затем больные подлежат оценке, и уже далее назначается, если достигается полный ответ, частичный ответ, стабилизация заболевания, больные рандомизируются на 2 рукава, либо на венрельбин 50 мг дважды в сутки, 3 раза в неделю непрерывно, либо венрельбин назначается 40 мг дважды в сутки, 3 раза в неделю непрерывно, в комбинации с капицитабином. Если же наблюдается прогрессирование, то эти больные дальше подлежат наблюдению. И меняется тактика. Венрельбин, режимы дозирования, в настоящий момент у нас их есть два. Один стандартный, когда назначается внутривенно-перорально 60 мг в неделю, либо венрельбин 80 мг на метр квадратную неделю. Есть метрономный уникальный режим, когда позволяет тетровать дозу от 30 до 50 мг 3 раза в неделю, и тем самым мы контролируем и токсичность, и эффективность, и опять-таки это удобно для пациентов. Имеем обоснование назначения данной комбинации теми работами, которые были опубликованы на настоящий момент, и это достаточно большие исследования, в том числе это вошло в рекомендации назначения метрономного венрельбина и метрономной пероральной терапии. И пероральной терапии вошли в рекомендации Фатимы Кордоза, это очередная большая такая конференция ABC3, в рекомендации там все это было четко прописано. Итальянские коллеги опубликовали достаточно большой обзор. И самое главное, о возможностях пероральной формы цитостатик к влечению метастатического рака молочной железы, наш большой обзор, учитывая собственный опыт применения данных цитостатиков, также опубликован, и это подтверждается не только результатами клинических исследований, но и в том числе собственным опытом сидящих, в том числе здесь, коллег. Таким образом, в настоящем 21 веке пациенты должны, могут и живут качественно. И метастатический рак, да, это хроническое заболевание, поэтому все большую актуальность приобретает пероральное лекарственное лечение, в том числе венолюбином, которое позволяет и продлить жизнь больного, и сделать ее максимально качественной. И от имени всех сидящих здесь коллег, от имени института, приглашаем всех, кто нас сейчас видит, кто нас слышит, принять участие в Третьем Петербургском международном онкологическом форуме «Белые ночи», который пройдет с 23 по 25 июня. Благодарю за внимание. Спасибо.